Приветствую вас на канале! В этом видео будет обзор мультиметра AN870. Приходит он в пакете в таком чехле. Здесь у нас инструкция полностью на английском. В конце есть основные параметры и точность, которая заявлена довольно высокой. В комплекте основные щупы, также такой наборчик, здесь вкручиваются те инструменты, которые вам нужны. Крокодилы, щупы, такие вот короткие шипы, вилка или вот такие штыри. Видимо они сюда подходят. И термопара в комплекте. Так она выглядит. Запаянная. На выходе штырьки. Начнем сразу с термопары. Питается от двух пальчиковых батареек. Вставляется сюда. Здесь у нас подставка. Разъемы общей. Большинство измерений миллиампер и микроампер и ток до 20 ампер. Напоминаю, что долго при таком токе держать включенным его нельзя. Переключатель режимов измерения. Лично для меня недостаток, что нету кнопки включения питания, а именно вот в крайнем положении его необходимо выключать. Кнопка выбора режимов измерения. Кнопка hold заморозки измерения и также включения подсветки дисплея. Кнопка ручного выбора диапазона измерений. Обнуление. Отображение на экране максимум минимум значения и переключение частоты и скважности. Извиняюсь за маленько мутную картинку. Начнем с термопары. Убираю щупы. Подключаем термопару, соблюдая полярность. То есть черный контакт в общий, красный сюда. Переключаем на термопару. Измерение температуры. Видимо это у нас тут градусник показан. Так что мы видим милливольт. Нажимаем select. Переменные милливольт. Температура в градусах Цельсия. Еще раз температура в градусах Фаренгейта. Обратно милливольт. Переходим на температуру и смотрим что он нам покажет. 29. Довольно медленная реакция за счет видео большого корпуса датчика. Ну вроде бы все показывает адекватно. Опускать кипящую воду наверное не буду. Далее для сравнения за эталон. Давайте возьмем. Ну как эталон. Для сравнения просто. Вот мультиметр фирмы Unity. UT61C. Как видим они очень похожи. Расположение кнопок управления и прочие мелочи. Возвращаем щупы. Переключаем на измерение постоянного напряжения. Давайте начнем с милливольт. Здесь и здесь. Так мне сохранился мой источник опорного напряжения с малым шагом. Подключаем все это параллельно. Вроде получилось. Смотрим показания. 9.91 у обоих. Увеличиваем напряжение. 13.39. 40.24 совпадают данные. 84.9 чуть-чуть докрутим. Мы видим что полностью совпадают. нормально все. 157.58 и 4 на юниты. Так здесь уже предел. Переходим на вольта. Смотрим. 0.207. 1.307. 308. Порядка 3 милливольт иногда показывает отличие. 5 ровно. Опять же на 3 милливольта меньше. 15.29. 15.25. 12.06. 12.04. Такие результаты измерения постоянного напряжения. Переключаем вольты. Переменная. Здесь у нас разное положение. Здесь это одно положение. Надо просто переключить режим. Не видим показания. Опять же совпадают. Напряжение в сети 243 с копейками вольт. Заявленный режим TrueRMS. Проверим чуть позже. Так. Частоту переключаем. Это вот так вот видимо. Смотрим. Примерно одинаковые показатели. Скважность. Здесь почему-то показывают на 1% выше. Но это проверим потом уже с нормальным прямоугольным сигналом. Следующее проверяем сопротивление. берем 1% чип резистора. Отобрал парочку значений. И пойдем с 1 Ома. Видим показания 1.1. 1 ровно. При замыкании щупов между собой. Что прям 0 показывает? Я вроде калибровку не делал. А это ЮНИТЕ. Да, вон он что. показывает 1 Ом. Так. Теперь переходим на анэнг. При замыкании щупов показывает 0. Такое значение. Нажимаем обнуление. И измеряем резистор 1 Ом. Показывает 1 Ом сопротивление. Следующее. 10 Ом показывает ровно 10. 150 Ом показывает 150 с половиной. 1,8 кОм. Тут видимо не покажет. Надо похоже отключить. Вот он вернулся в режим авто. Показывает 1,8 кОм. Далее. 18 кОм. 17,98. Проверим ЮНИТЕ. 17,95. Далее. Сопротивление. 200 кОм. Есть. 0,200 показывает мегаома. И последнее сопротивление. 680 кОм. 675 кОм. Еще разок. 676 кОм. Проверим ЮНИТЕ. Также показывает 675 кОм. Точность измерения сопротивления тоже очень высокая. Дальше берем чип конденсатора. Здесь и у тестеров заявленная точность измерения не такая высокая. И сами конденсаторы могут гулять. Так, 100 пиков фарад возьмем. К конденсаторам перейдем попозже. Сейчас посмотрим другие режимы. Так, прозвонка. Скорость реакции и как быстро начинает пищать. Ну, вроде реагирует моментально. А вот прекращается звук с небольшой задержкой. Ну, это уже не критично. Главное, что именно на замыкание, чтобы реагировал сразу. Да, вроде все нормально. И следующий режим. Это прозвонка диодов. Так, а светодиодов у меня, к сожалению, белых, похоже, нету под рукой. Да, очень жаль. Ну, попробуем вот такой вот диод. Показывает 0,408 падение напряжения. Юнит Т. Показывает меньше. Ну, видимо, у них разные токи. Давайте попробуем измерить напряжение, которое он подает. Получится так или нет. По идее, должно получиться. Показывает 3,2 вольта. То есть, можно будет проверять и светодиоды. То есть, они будут загораться даже белого цвета. Вроде бы такая проверка канает. Ну, что тут? Красный только есть под рукой. Давайте его проверим. Загорелся светодиод. Показывает 1,8 вольт. Юнит Т. Давайте проверим. Показывает 1,7. Ну, судя по всему, отличаются оттоком, который пропускают в этом режиме. Думаю, не столь критично. Так, ОМ и прозвонка диода остались у нас конденсаторы. Переходим в этот режим. Конденсаторы. Здесь он не у нас где. Тоже здесь. И проверяем чип конденсаторы. Емкость заявленная вроде бы 100 пик фарад. Почему-то, наверное, ничего не показывает. Попробуем ЮНИТ. ЮНИТ уже показывает какое-то значение. Попробуем измерить. Сейчас показывает 8,83. Нет реакции. Может быть, это 10 пик фарад. Тут просто непонятно, как китайцы подписали. СМД этот конденсатор. Ладно, идем дальше. Подписано, что это 2200 пик фарад. Следующий конденсатор. Проверяю его. Есть какое-то показание. 1,68. ЮНИТ. Давайте попробовать сбросить его или что. Почему он так показывает, непонятно. Пробуем. 1,68. То же самое показывает. Далее. Неизвестная емкость. 1,6. Чего это? По-моему, микрофарад. Странно. Ну да ладно. Пробуем. Аненгом. Есть 1,6 микрофарад. Электролит. 47 микрофарад. Попробуем в одной полярности. Довольно медленно, но показал вот 46. Переворачиваю конденсатор. Другой полярностью, что покажет. То же самое. Довольно долго. Надо попробовать сразу режим выставить. Авто. Чего, он не меняется здесь? Здесь в конденсаторах он, видимо, не меняется. Ну, печалька. Так, 47 и берем емкость 3300 микрофарад. Проверяем. Заняло около 3-5 секунд, но показал верно. Вот 3-4 милифарада показывает измеритель емкости. Все хорошо. Закончили с этой группой. Дальше у нас герцы, скважность. Это потом на работе я с генератором проверю. Токи. Измерение постоянного тока. У этого, у Unitec, к сожалению, сгоревший предохранитель. Такого у меня нет в наличии. Поэтому он может измерить только малые токи. До 200, по-моему, милиампер. Ну и микроампер. Сейчас мы это проверим. И пока нет у меня источника, который может выдать ток больше 1 ампера. Поэтому такие, лайтовый режим. Ну и еще один режим. Давайте покажу. Это детектор электрического поля. К примеру, вот беру провод, подношу 220 вольт. И возле него он начинает пищать. В зависимости от того, насколько он близко, ну, насколько сильное поле, тем больше черточек он показывает. Переключаем режим, ну, милиамперы, наверное. Переключаем щупы. Включаем тестеры последовательно. Есть. И через резистор подключаю к источнику тока. Так, вроде бы есть контакт. Видим 0,46. Немного у них есть разница в показаниях. Повышаем. 0,86. 0,85. 2,03. 2,03. 15,58. Прыгает блин. По какой-то причине. Ну, возможно, контакт плохой у меня здесь. 132, 132. Ну, показания совпадают. Теперь перейдем на микроамперы. Так, микро. Микро. Ой, это ампера. 89 микроампер. 102. 171, 170. Ну, показания практически совпадают. Ну, и в режиме ампера попробуем данный тестер. Много выжать не получится. Где-то полтора максимум. И то, если повезет. Смотрим. 1,8. Я смотрю по стрелочному. Здесь на источнике питания. Примерно чуть больше 0,5. Есть больше 0,5. Около 1 ампера. И скачет довольно сильно. Ну, что-то похожее показывает. В скором будущем, надеюсь, у меня будет источник питания. Подходящих параметров. Ну, и так, я думаю, видно, что вполне себе правдоподобные и точные показания он дает. Осталось еще провести измерения на частоту, true rms, скважность и тому подобное. Подсветка. Удерживаем нажатой кнопкой. Ну, hold это удержание. То есть, если у вас делать какое-то измерение. Нажали и показания заморозились. Еще раз нажали. Все, работаем дальше. Max Min. Интересная функция. Нажимаем один раз. Показывает максимальное значение за период измерения. Нажимаем еще раз. Показывает минимальное значение. Ну, после того, как вы нажали эту кнопку. Для обнаружения пульсации и тому подобное. Вот максимум, минимум. Довольно полезная функция. Еще раз нажимаем. Max Min. Так, надо удерживать, по-моему. Да, удерживаем ее несколько секунд и выходим из этого режима. Подсветка дисплея. Удержим hold. Пару секунд. И вот включилась подсветка. Удерживаем. Выключилась. Она сама выключается через какое-то время. И также автоматически выключается питание через 15 минут без действия. Если вы не переключали движок, не нажимали на кнопку, то через 15 минут там будет звуковой сигнал предупреждения. И затем отключение питания устройства. Следующий опыт я буду делать на работе с генератором. Поэтому будет мне очень удобно комментировать. Давайте, наверное, сейчас сделаю промежуточные выводы. Стоимость, по-моему, там 2300. Я думаю, он ее вполне оправдывает. Высокое разрешение. Много цифр отображается на дисплее. Там 20 тысяч отсчетов. Или сколько? 22 тысячи. Весь необходимый функционал есть. Точность обзора этого мультиметра более качественной, чем у меня в некоторых случаях. Можете посмотреть на ютубе. Также подтверждают, что мультиметр весьма точный. Есть полезные функции. Также плюс, что питается от двух пальчиков батареек, не от кроны. Для меня это плюс. Подсветка не нужна. TrueRMS, если она есть, проверю, дальше покажу. Это тоже в некоторых случаях может быть полезно. Ну, хотя бы что заявили, что TrueRMS, значит оно должно здесь присутствовать. Как в моем предыдущем мультиметре, там эта функция не подтвердилась. Ну, может быть, я накосячил при измерениях, не помню точно. Потому что функцию TrueRMS надо проверять именно в том диапазоне частот, который указан производителем. Из недостатков, что, ну, вот этот пластик, он на ощупь такой дешевый, такая придирка. Ну, главное, что работает и ладно. Также, повторюсь, мне не нравится, что выключение только в этом положении. Нету кнопки отдельной, не очень удобно. Но в остальном, что, вроде минусов больше не вижу. Большие цифры, большой функционал, все необходимое есть. Цена 2300, но, опять же, повторюсь, именно то, что много здесь отчетов. Мне и по предыдущему мультиметру уже писали в комментариях, что вот зачем тебе эти отчеты, такое большое количество, кому это надо. Мне надо, все. Поэтому от меня большой плюс за это. Так что, пока что этот мультиметр стоит своих денег. Можете сравнить с той же вот UT61C, при том, что у него функционал чуть поменьше. Но в плане, что у него меньше цифр, остальные функционал, вроде бы, тот же самый весь. Нету вот этой индикатора электрического поля. Таблицу точности можете поискать в интернете и сравнить. По-моему, у него такие же значения, может быть, чуть-чуть хуже где-то. Ну, вот, сравните цены на эти два мультиметра, если интересно. Ну, и далее рассмотрим тесты на измерение переменного напряжения. В режиме измерения переменного напряжения проверяем функцию TrueRMS. Справа на осциллографе можем наблюдать форму сигнала, его размах, амплитуду. TrueRMS, вот как раз посередине на осциллографе, посередине внизу, можно увидеть значение, которое показывает осциллограф. И еще справа показывает частоту синусуида. Частота 50 Гц показывает значение 1,77 В. Примерно совпадает с тем, что показывает осциллограф. Повышаем частоту 500 Гц. Напряжение все еще то же самое. И на частоте 2 кГц и выше уже начинает показания на мультиметре снижаться. 3 кГц, ну и так далее. Дальше смысла измерять нет. То есть до частоты примерно 1 кГц-1,5 можно измерять. Ну, соедайный сигнал, он показывает TrueRMS реальное значение. Далее прямоугольный сигнал, скваженность 50%. Частота 100 Гц. Видим, немного различаются показания на мультиметре. Ясциллографе 2,48 показывает мультиметр. Частота 1 кГц. Уже напряжение снижается. 2,33. Частота 2 кГц. Напряжение еще ниже. Ну, примерно такой же диапазон для прямоугольного сигнала. Нажимая на голубую кнопку, переходим в режим измерения частоты. Входная 100 Гц, прямоугольный сигнал. Частота 1 кГц. Измеряет все верно. 50 кГц. 90 кГц уже маленько начинает подбирать. И выше уже показывает неадекватное значение. Скважность. Нажимаем еще раз на голубую кнопку. Получаем скважность сигнала. 50%. Меньше 2% скважности он не измеряет в данном режиме. И то же самое, более 98%. Он перестает измерять. В диапазоне от 2 до 98 все корректно совпадает с показаниями оцциллографа. Это у нас было при частоте прямоугольного сигнала 1 кГц. Частота 10 кГц. Теперь выше 90% он не способен измерить. И меньше примерно 10 и 11. Теперь переключаем мультиметр в режим измерения именно частоты и скважности. То есть это был как бы доп. дополнительное такое приложение для переменного напряжения. А здесь именно отдельный диапазон положения поворотного механизма для частоты и скважности. Тут все уже гораздо лучше. Частота 10 кГц. В диапазоне от 2 до 98% все отлично показывается, впадает с показаниями оциллографа. Частота 520 кГц. Здесь диапазон примерно от 5 до 95% достоверных показаний. Переходим в режим измерения частоты. Нажимая на кнопку Select. Частота 700 кГц. Все измеряет корректно. Частота 5 МГц. Прямоугольный сигнал. Измерение корректное. Частота 10 МГц. Измерение корректное. Это максимально обозначенное для данного тестера. И почему-то генератор, который я использую, DDS генератор, прямоугольный сигнал не может выдавать больше 10 МГц. А синусоиду выдает до 25. Маленько не понимаю принцип действия этот, но да ладно. Вот у нас синус 20 МГц. Показания на мультиметре совпадают. Кстати, да, я его сейчас смотрю. Опять же, документацию указано до 10 МГц. Он измеряет, а здесь показывает 20. Странный эффект. Ну и что в итоге? TrueRMS. Еще раз пролистал инструкцию, которая идет в комплекте с тестером. И не нашел там данных, для каких частот заявлено, что будет TrueRMS работать. По результатам измерения, я видел, где-то до 2 МГц она более-менее работает на прямоугольном и синусоидальном сигнале. Другие формы не проверял. Ну, лично для меня эта функция, я думаю, смысла не имеет. Переменные напряжения измеряю крайне редко. Если какой-то сложной формы сигнала и тому подобное, то здесь без осциллографа не обойтись. В общем, по этому поводу решайте сами. Частоты измеряет отлично. И, кстати, я забыл вставить еще одну фотографию. В последнем режиме, именно измерения частоты и скважности, мультиметр частоту 1 МГц корректно измерял вплоть до напряжения 120 мВ. То есть меньше он уже ее не фиксирует. Выше 120 мВ четко показывал нужную частоту. Вот такой мультиметр. Думаю, что он меня полностью устраивает. Ну, а далее время покажет, как он поведет себя в работе. Пока, на мой взгляд, это отличный мультиметр за свою цену. Исполнение красный чехол, зеленый чехол. Комплектность. То есть здесь у нас экспресс-доставка пропала уже, что ли? Да, на российском складе, видимо, нет. А, ну я тоже не из России покупал. Мне из Китая он пришел. Про, не про, отличается только наличием вот дополнительных кабелей, вот этих насадок. То есть цена вопроса, сколько здесь? 150 рублей. Надо вам они или нету, решайте сами. Термопары, основные щупы в комплекте уже идут. Чехол тоже. То есть недостаток, какой я могу выделить, пожалуй, это один, что пластмассовый на ощупь чехол, ну он как бы нормальный по качеству, претензий к нему нету, просто на ощупь такой дешевый. Ну и все, больше пока не знаю. Лично я больше ничего плохого не заметил. Заказан 25 сентября, пришло 27 октября на почту. Цена вопроса, не помню там за что скидка была, но вот 2300 рублей за одну штуку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова